Приветствую друзья, вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Сегодня утром 10 апреля во временно оккупированном Крыму Россия потеряла очередной свой военный вертолет. Одним из первых об этом сообщил представитель ВВС Украины Дмитрий Плетенчук, который в своем фейсбуке написал минус российский К-27 в Крыму, что-то искал, нашел, но и приложил соответствующую фотографию перечеркнутого К-27. Из этого сообщения можно было бы сделать вывод, что к падению этого вертолета причастны украинский ВВС, либо украинский спецназ, либо украинская агентура. Но в последующих сообщениях уже от российских источников, впрочем, их еще нужно перепроверять, конечно, следует, что все-таки вертолет упал по другой причине. По какой именно? Вот, например, Helicopter Pilot, один из российских телеграм-каналов, которые работают на Кремль, предположил, что, вероятно, речь идет о дружественном огне. Вначале он написал, что летчики не погибают, они улетают, не возвращаются, а потом сказал, если информация по дружественному огню верна, то после всех подобных случаев, а был ли кто-то наказан? Я понимаю, что война многое прощает, но доколе, если предположить, что у какого-то летчика случайно сойдут нары, ну, то есть ракеты, или пушка заклинит по своему ПВО, которое в том районе, я не знаю, один и тот же это расчет или нет, его же высушат, а также добавляет парням вечная память. То есть экипаж погиб. И это очень важно, здесь нужно отметить, что это очередной погибший летчик или два летчика, или сколько их там было. Летчики — это очень ценный для Путина ресурс потери каждого. Это очень серьезная утрата, зачастую даже больше, чем потеря самого вертолета, потому что подготовить их — это долгие-долгие годы, особенно если речь идет об опытном экипаже. Ну, а Министерство обороны России говорит, что, мол, да, действительно, около 6 утра 10 апреля в районе западного побережья Крыма потерпел крушение вертолет Ми-24. Предварительная причина — отказ техники, говорят в министерстве. Ну что ж, официальное подтверждение есть. Осталось только понять все-таки, в чем причина. Friendly Fire или, вот как написало Министерство обороны, некая техническая неисправность. Для начала давайте посмотрим, а что, если это версия Friendly Fire. Если это действительно так, то это катастрофа на самом деле для России. Дело в том, что по версии россиян, их ПВО сбивает чуть ли не каждый первый, не каждый второй российский самолет и вертолет. Мы в это не верим и знаем, что во многих случаях на самом деле работали именно украинские зенитчики и украинские ВВС. Но в тех случаях, где это действительно правда, там, конечно, нужно похвалить российских зенитчиков за их криворукость. Потому что они, наверное, заняли бы первые места на международных соревнованиях по сбитии своей авиации. Сколько они ее сбили уже, просто уму непостижимо. Потому что, вы знаете, я не представляю ни одну армию в мире, где так часто лупили бы по своим вертолетам и самолетам. Причем в зоне своей ответственности, где эти самолеты и вертолеты постоянно летают. Последний случай был с самолетом Су-24. Тогда, как выяснилось, зенитный расчет панциря принял его, этот самолет, за чужой просто потому, что не получил ответа вот этого самолета. Потом выяснилось, что неисправность на самом деле в самом этом панцире, вроде как, он не смог отправить запрос. Поэтому пилот и не получил этот запрос. Ну и вот таким образом, в результате вот такой вот технической неисправности в самом оборудовании на земле, вот на этом самом панцире, как я понимаю, и был произведен вот этот удар. И все это происходит, естественно, на фоне ожидания именно украинских ударов. То есть, на самом деле, если бы не ожидание этих ударов, то, конечно, не было бы такого сбития тогда. А с другой стороны, само это ожидание является прямым следствием того, что украинцы, в принципе, действительно могут ударить по Крыму. И периодически это очень успешно делают. То по кораблям, то по военным аэродромам. Вот в отношении Ми-24 или К-27, что это там было? Все, что я сказал, вот здесь и в одном из своих предыдущих роликов, как раз по поводу сбития того Су-24, все абсолютно та же самая правда. То есть, речь идет о том, что для российских ПВО на самом деле не существует нормально работающей системы свой-чужой. То есть, она есть, но она условная. То есть, да, свой самолет бить нельзя, но если очень хочется, то можно. Вот принцип такой. При этом нужно помнить о том, что очень часто, когда ВВС Украины и зенитчики Украины имеют успех по сбитию российских самолетов, естественно, российская пропаганда пытается повесить и это тоже на friendly fire. Почему? Мы это тоже обсуждали уже. Это очень специфическое, чисто русское такое вот отношение ко всему этому. То есть, русским оккупантам, я имею в виду, как бы приятнее и спокойнее повесить все на своих зенитчиков, признав их дегенератами, нежели признать, что оппонент на самом деле превосходит на голову. Опять же, ничего нового мы здесь не узнаем. А что нового мы узнаем? А новое здесь, это вот то, что написал вот этот helicopter pilot, что теперь и российская авиация может уже бить дружественным огнем по средствам ПВО. Но только не случайно, а специально, так сказать, в качестве мести, которую можно оформить как вот такую вот случайность. Как он пишет, да ну вот случайно ракеты сойдут или пушка заклинит. Что здесь могу сказать? Я поздравляю русскую армию, доблестную и беспощадную, которая беспощадна в первую очередь к самой себе. Это очень в духе и русском национальном, я беру в кавычки, потому что нет такой нации, как русский. Ну и в духе, в частности, российских практик дедовщины. То есть, дедовщина, в принципе, в России на всех уровнях социума, так сказать, во всех структурах. То есть, будь то, скажем, тюрьма, будь то та же армия, будь то школа и так далее. Принято у русских насиловать, бить и убивать своих же. Полиция в СИЗО убивает соотечественников, выбивая из них, соответственно, показания. В армии деды бьют иногда до смерти новичков. В школах обязательно какая-нибудь полууголовная псевдокультура, где есть тот же пахан, держащий, соответственно, в страхе всю школу или весь конкретный класс, унижающий тех, кто пришел туда все-таки учиться. Ну, в общем, абсолютно нормальное явление для России. И вот, наверное, концентрированным выражением вот этой дедовщины является заградотряда. Они существовали еще со времен Сталина, а я думаю, что и даже раньше. Просто мы во времена Сталина видели это именно как оформленную институцию. Они тогда существовали официально. Собственно говоря, заградотряды было единственное, что, по большому счету, и обеспечило Советскому Союзу выигрыш, в кавычках, да, с натяжкой против Рейха. При том, что русские тогда, ну, или советские люди, потеряли 30 миллионов, по меньшей мере, только военных. А Германия потеряла 6 миллионов. То есть, один к пяти. Ответите на вопрос, кто победил. Учитывая, что Советский Союз распался, а Германия сейчас все-таки в итоге и стала доминирующей в Европе державой. Причем без единого выстрела. Ну и теперь вспоминаем про то, как на одном из видео, которое опубликовал сам же российский солдат, либо он получает, либо его коллега получает по рации указания, которое звучало примерно так. Мясник. Мясник, ты знаешь, что делать. Если они откажутся идти на штурм, стреляй в них. То есть, это было доказательство того, что заградотряда существует, что существуют конкретные люди, которые исполняют эти функции заградительных отрядов. В данном случае это мясник, который должен был стрелять в спину русским, которые не хотят идти. Ну а это что? Не френдли файр? Так да. Тот же самый френдли файр сознательный. Вот в данном случае мы видим, что если существуют заградотряды, где сами русские солдаты убивают других русских солдат. Если русское ПВО убивает свое авиацию, то почему авиация-то не может убивать свое же ПВО? Это абсолютно нормально. Это вот такая особенность национального характера русских. А на самом деле, конечно, это признак глубокой недоразвитости, именно цивилизационной, культурной недоразвитости. Потому что вот вы можете себе представить, чтобы в развитых странах Запада, в Соединенных Штатах, в Германии, во Франции, в Италии, что-то подобное бы произошло и что-то подобное просочилось бы в публичное пространство. Чтобы какой-нибудь условно, допустим, итальянский или американский или немецкий военный блогер написал, что, мол, вот поскольку наше итальянское, немецкое или американское ПВО уже неоднократно лупило по своим же самолетам, соответственно, итальянским, немецким, американским, то не удивляйтесь, если в следующий раз какой-нибудь там условный Рафаль или F-35 лупанет по знитому расчету с МПТ или Патриот. Просто невозможно такое представить, чтобы такое написал или независимый западный военный обозреватель, а тем более связанный с одной из западных армий. А вот в России это возможно. Потому что российская черта – это черта дикости в первую очередь. То есть русское сообщество в реальности на самом деле находится сейчас на очень-очень низкой стадии развития, на стадии развития, которую можно было бы назвать андрофагией, ну или иначе каннибализм. Вот они жрут друг друга, тогда как более развитые культуры, как вы понимаете, уже давно преодолели вот эту черту и как-то отказались от поедания себе подобных. Это один момент. Второй момент заключается в том, что вертолет, вероятно, упал по технической причине. Ну, понятно, что Министерство обороны России, даже если бы это был friendly fire, наверное, не стал бы писать об этом. Значит, в любом случае мы имеем официальную информацию, что речь идет об отказе техники. То есть, отказ техники – это что значит? Это означает, что российская военная техника недостаточно надежна. В принципе, конечно, это нормально для любой армии, если вдруг техника по какой-то причине выходит из строя. Но дело в том, что в российской армии, во-первых, не так много полетов совершают эти вертолеты. И вот то, что там уже начали выходить из строя какие-то агрегаты, это уже вызывает определенные вопросы. То есть, российская военная машина что, изнашивается получается? Это то, о чем, кстати, очень не любят говорить российские пропагандисты. А об этом говорить надо, потому что это только на бумаге, у России все хорошо, у нее много вооружения, она может бесконечно воевать. Но на практике мы видим, что даже при тотальном превосходстве в вооружениях и, главное, в авиации, Россия не может продвигаться больше, чем на 100 метров в день, и то на очень узких участках. Вот сейчас все обсуждают село Первомайское, которое россияне взяли, или вот как они придвигаются к часу Умьяру. Но если вы посмотрите про то же Первомайское и разделите те три километра, которые россияне прошли за последние 30 дней, вот как раз к этому Первомайскому, к его окраине, то вы увидите те самые 100 метров в день. И это в лучшем случае на самом удобном для россиян направлении, там где, вот я имею в виду Восток, Донбасс, там где у России есть хорошая логистика. Значит, во всех остальных участках, фронтах, на всех остальных направлениях у России это не получается делать. Значит, за пределами того, что мы знаем, происходит очень много интересного. А именно, что, видимо, с российской военной техникой дела идут не очень хорошо именно с точки зрения ее годности, ее технической подготовленности, ее ремонтопригодности. То есть они что-то там расконсервируют, они что-то там поднимают из старых складов. Они пытаются входить санкции, завозя какие-то там запчасти к своей технике. Авиационная техника вообще очень деликатна. Значит, к ней нужны особые детали, да, их так просто не достать на открытом рынке. Это вам даже не БТР и не танк делать. Хотя там тоже, на самом деле, у России большую проблему. Она много не может производить. Она, в основном, восстанавливает старое советское наследие. Я уже говорил, что рано или поздно это закончится. И тогда, вот, собственно, наступит тот вот критический для России час. И в России знают примерно, когда этот час наступит. Поэтому пытаются успеть вот в этом окне сейчас, да, когда у Украины особенно мало вооружения, захватить как можно больше и, так сказать, выйти на сильную, так называемую, переговорную позицию. Они говорят, что они не хотят переговоров. Хотят. Они хотят переговоров, потому что они знают, когда они истощатся. И, на самом деле, до того времени, как они истощатся, они не смогут многое захватить, если Украина будет держать фронт хотя бы вот с тем успехом, с которым держат. То есть, конечно, если такие истории, как крушение вертолета происходит, это всегда очень серьезно. Да, а сколько еще вертолетов Ми-24 или К-27 или К-52 неисправны у России? Вообще, нужно понимать, что с вертолетной авиацией у России дела не очень хорошо. Не очень хорошо. То есть, у России, на самом деле, в 10 раз меньше вертолетов, например, всего, да, по сравнению с тем, что есть у НАТО. И, конечно, потеря каждого такого вертолета, такого, как, например, Ми-24, это серьезная потеря, которая будет отражаться на возможностях России, потому что производить вертолеты в большом количестве Россия не может. Я удивлюсь, если она производит сейчас хотя бы несколько в год. Вот она может производить, может быть, по два, по три самолета Су-34, Су-35. Это правда. По крайней мере, таковы данные более-менее из открытых источников. Соответственно, чем дольше будет идти эта война, тем больше Россия по техническим ли причинам, по военным ли причинам будет терять свою авиацию. Авиацию ей восстанавливать очень и очень непросто, если вообще возможно. Поэтому уже сам факт того, что Украина держится, держит линию фронта и заставляет Россию постоянно держать свою военную машину в активном состоянии, уже этим изнашивает эту самую военную машину. Результатом этого износа становится падение вот таких вот вертолетов, самолетов по техническим ли причинам. Или по причинам того, что у зенитчиков в России сдают нервы. То есть в любом случае можно сказать, что вот эта потеря российского военного вертолета косвенно произошла в связи именно с вполне успешной деятельностью украинских военных. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Я напоминаю, что вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. Суперспасибо от YouTube в виде кнопочки с сердечками под каждым нашим видео. До скорого!